Добрый день! Сегодня мы хотим поговорить с вами о защите сада от вредителей и болезней. И вот для этого мы специально пригласили специалиста компании Сингента по средствам защиты Виктора Термена. Добрый день, Виктор. Добрый день. Вы знаете, часто бытует мнение среди садоводов, даже, скажем, любителей, некоторые профессионалы, говорят о том, что деревья, они как бы растут и бывают по 20-30 лет, и по 40-50, и их не обязательно обрабатывают. То есть, как бы растут и растут, ну, упало яблоко там червивое и упало. А вот как вы считаете, необходимо ли проводить обработки деревьев, обрабатывать против болезней, вредителей, как ваше мнение? Конечно, необходимо. Для того, чтобы получить нормальный здоровый урожай, обработки средствами защиты обязательно. То есть, ну, многие тоже, вот, например, как я знаю, ко мне многие звонят, обращаются, там, и за советом, и за подсказкой. Многие, как бывает, с весны рано поработали один раз, ну, и считают на том, что все обработки к этому уже, как бы, и все сводятся. То есть, к одноразовой обработке весенней. Как вы считаете, как необходимо правильно вот проводить обработки плодовых деревьев? Ну, дело в том, что есть различные вредители, различные болезни. Одни начинают вредить рано, до цветения, другие продолжают вредить после, или появляется новость, которые продолжают вредить после цветения, во время плодоношения даже. Поэтому, вот, всего комплекса болезни вредителей необходимо обработать. Я знаю, ну, так как я тоже являюсь практикующим агрономом, у компании Синенты есть четко прописанные периоды, когда необходимо проводить обработки. То есть, есть схема, по которой можно пользоваться, ну, и, скажем так, успешно защитить сад от вредителей и болезней. Да, существуют технологические карты для защиты, скажем так, различных культур, как плодовых, так и овощных культур. У Сингента есть достаточный набор продуктов, которые, собственно, справляются со всеми вредными объектами. Ну, и, насколько я знаю, Сингента, ну, вообще является, скажем так, одним из мировых лидеров по производству именно средств защиты в мире. Ну, и в Украине они, наверное, занимают все-таки лидирующую позицию сейчас по средствам защиты. И компания Сингента, наверное, более направлена на то, чтобы, ну, сохранение экологии, защиту окружающей среды. То есть, насколько вредны или, скажем так, насколько эти препараты, ну, влияют на окружающую среду, вот, компании Сингента? Компания Сингента старается все свои препараты, все продукты подбирать под технологии с минимальным риском для окружающей среды, с минимальным риском для операторов, которые вносят эти продукции. Все наши продукты с очень коротким периодом ожидания, то есть время от обработки до сбора урожая, это минимальное, зависит от препарата, может быть, 5-6 дней, может быть, до двух недель на октябре. Но, как правило, все продукты перед тем, как применяться, проходят всесторонние анализы, исследования, обследования. Масса различных опытов, поэтому компания отвечает за безопасность своего продукта. Ну, и сегодня вот мы сейчас находимся в саду, именно на Косточковом саду, где черешня уже, как раз вот проходит момент уже, когда заканчивается цветение. Вот скажите, пожалуйста, Виктор, вот в этот период сейчас, как по черешне, необходимо ли проводить какие-то обработки, и если надо, то какие препараты вы все-таки рекомендовали бы работать именно в данный период? В данный момент, когда еще есть цветы, заканчивается цветение, не рекомендуется делать какие-то химические обработки. Но вот когда цветение закончится, появляется такой достаточно опасный, достаточно трудный, искоренимый вредитель черешни, это вишневая мука. Вот когда заканчивается цветение, начинается активный лед мука, начинается откладка яиц. Вот для борьбы с этим вредителем компания предлагает новый продукт Proclaim, препарат, скажем так, природного происхождения, с очень коротким периодом ожидания, с широким спектром. Прекрасно себя зарекомендовал в борьбе с вишневой мукой. Ну, а вишневую муху, все знаем о том, что иногда, когда уже черешня созревает, да, мы начинаем есть, и там неприятный сюрприз в виде червячка. Да, так вот именно для борьбы с этим, скажем так, червячком необходимо вот именно как раз вот в этот период сейчас проводить. Немножечко позже. Немножечко позже. Когда осыпятся уже лепестки. Ну, практически мы уже находимся, да, вот на стадии есть. Ну, вот буквально еще, может быть, неделя. Зависть. Да, и можно будет проводить. Уже проводить. Дело в том, что вот тут, примерно через 5-6 дней начнется массовый лед мухи. Вот она будет летать, подпитываться на сорняках в течение, может быть, 10 дней, а потом пойдет массовая откладка яиц. Вот если использовать технологию компании Сингенки, то на средних, поздних сортах червячка, которые больше повреждаются ими лишневой мухой, мы рекомендуем делать первую обработку препаратом Актелик. Это фосфоро-органический препарат с широким спектром действия. Как раз первая обработка снимает массовый лед мухи, а потом через 10-8-10 дней делать обработку проклеемом для зачистки. Ну, и практически вот этой обработки будет уже достаточно для того, чтобы снять все вопросы с мухой. Если поздней сорта черешни, возможно, придется сделать две обработки проклеема с интервалом примерно 8-10 дней. В принципе, отлично. А скажите, пожалуйста, по болезням. То есть, вредители мы как бы разобрались, вишневая муха, которую мы с проклеемом очень успешно можем побороться. Да, относительно еще проклеема, хочу вам задать вопрос. Какая же все-таки дозировка его? Сколько необходимо давать на 10 литров воды, допустим? Вот такой пакет, 4 грамма, рассчитан как раз на 8-10 литров воды. То есть, в зависимости от размера дерева, это может быть 1,5-2-3 литра раствора на дерево. То есть, удобный пакетик, как раз на 10 литров, и, грубо говоря, 3 дерева можем обработать одним. Задится все от размера крови. Хорошо. А относительно болезней, что вы можете сказать? Вот если мы по косточкам определились, основной вредитель, это все-таки муха вишневая, с которой мы успешно с проклеемом боремся. А вот по болезням. То есть, мне, например, часто тоже задают вопрос о том, что черешня, особенно для черешни, вот развивается, и потом уже листочки как бы пошли, растут, и начинает резко засыхать верхушки. Именно прирост вот этот молодой, листочки все вянут, засыхает. Что же тогда, как можно побороться, и что это такое? Ну, это, очевидно, манилиарный ожог, который очень распространен на косточках, ну, не только на косточках, но и в семечковых культурах. Поэтому первая обработка немножко уже поздно для него. Вот в момент распускания почки мы рекомендуем делать первую обработку таким препаратом, как корус. Можно делать повторную обработку перед началом цветения, тоже корус. Это в значительной мере защитит от манилиального ожога. Кроме того, на черешне, особенно на средних, поздних сортах, на сочных сортах, вот присутствует гниль плода, манилиальные гниль. Вот для защиты от этой болезни мы рекомендуем препарат свитча. За две недели до обработки можно проводить опрыскивание свитчем, и плоды будут у вас здоровые, хорошие, будет хорошо храниться, хорошо транспортироваться. Свитч имеет тоже очень короткий период ожидания, там всего 6-7 дней. То есть можно смело использовать продукцию. Ну, а именно вот в этот период можно, надо ли чем-то обрабатывать от болезней? В этот период пока нет. Нужно подождать, пока закончится цветение. Опять чуть-чуть пройдет цветение, цветется и тогда? На черешне, на косточковых присутствуют такие болезни, как кокомикоз, плястероскоревоз, в основном болезни листов. Кокомикоз вызывает раннее пожелтение и опадение листов. Для защиты от этой болезни мы рекомендуем препарат скор. Болезнь начинает активно проявляться где-то со средины лета. То есть профилактически необходимо делать обработку скор. То есть необходимо сейчас, чтобы мы целое лето были спокойными и как бы ничего... Можно чуть-чуть позже, да, после цветения делать первую скорую обработку скор. То есть в данный момент, ну, например, пройдет еще несколько дней, мы увидим, что уже цветение заканчивается, и мы можем как бы произвести обработку проклеймом и скором. Скажите, пожалуйста, можно ли смешивать эти препараты и вот как раз вот через 3-4 дня провести обработку? Да, смешивать эти продукты можно. Практически все препараты компании Сингента очень хорошо смешиваются между собой. Но единственное ограничение не делать таких многокомпонентных смесей. Желательно делать, ну, два продукта. Можно инсектицид, фунгицид, можно инсектицид плюс какие-нибудь микроэлементы или там инсектицид плюс что-нибудь еще добавить. А если добавить, например, еще сюда какой-то, ну, стимулятор роста, можно к этим двоим? Я бы добавлял отдельно. Отдельно поработать. Я просто почему задал этот вопрос относительно стимуляторов роста. Тут даже может быть как не стимулятор, но у нас вот уже на протяжении, это вот 19-й год и конец апреля, до юга Украины, постоянно, каждый день идут заморозки. То есть температура опускается до критической в воздухе 1-2 градуса тепла. То есть время цветения, насколько я знаю, это, ну, не очень, как бы, хорошо для самого растения. И для пыльцы, и для дальнейшего оплодотворения. Я знаю, что в компании Сингенты есть такой уникальный препарат, как на основе аминокислоты, это изобион. То есть, как Вы считаете, можно ли работать изобионом и нужно ли, вот именно вот при таких неблагоприятных условиях, вот именно в данный момент на саду? Изобион отлично работает как антистресс, особенно для предотвращения последствий заморозков. То есть желательно производить, если есть хороший прогноз, за день до заморозковой обработку и в течение суток после окончания заморозка. И тогда Вы сбережете свой и прирост, и будущий урожай. Отлично. Ну, конечно, поблагодарим компанию Сингенту, потому что, ну, и за профессиональную нашу консультацию, которую мы с Вами получили на все вопросы, которые мы задали. Ну, и за те препараты, которые есть на рынке, которые успешно работаются и применяются только нашими профессионалами, но и нашими любителями садоводов. Поэтому с компанией Сингенты мы всегда будем иметь хороший, отличный результат.